Здравствуйте, зрители этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида и Надя Эйгерс. Меня зовут Михаил. Девушки меня пригласили на мероприятие, которое называется «Парад домов». Оно проходит ежегодно в Орландо. Именно этот парад домов 68-й по счету. На этом параде домов дизайнеры показывают свои работы, застройщики показывают инновации в домостроении. Я знаю, у всех будет много вопросов, где Надя, почему он, а не она. Надя, в общем, не успела вернуться к этому мероприятию, поэтому мы с Юлей вам будем показывать дома. И Надя вам передает привет. Сейчас информация о доме. Мы сейчас находимся в восточной части Орландо, это недалеко от озера Лейк Нона. Эйчуэй здесь нужно платить 150 долларов в месяц. Сама стоимость этого дома 620 тысяч долларов. В нем есть 4 спальни, 3 ванных комнат, 1 отдельный туалет. Здесь всего 2530 square feet, то есть это 235 квадратных метров. Здесь гараж на 3 машины. А, еще он одноэтажный. И построен он из блоков. Пойдемте его посмотрим. Да, пойдемте. Велкам. Так, что у нас здесь? А здесь у нас офис. Так. Слушай, ну, хорошего размера такое. Большой. Да, красивую стену оформлено. А, цвет приятный. Да, да, да. Так, хорошо. Идемте дальше. Вот, не только мы снимаем. Давай сразу налево. Да, ну, что там, что там. Так, начинаем считать спальню. Здесь всего их 4. Так, первое. Похоже на гостевую. Да, на гостевую, на полу карпет. То есть ковер, ковролин. Ковролин, ну, хороший такой. Да, стены, посмотри, здесь как апельсиновая корка. Ну, такая более гладкая. Да, да, да. Не ярко выраженная. Плинтусов на потолке мы не видим. Да, но на полу есть. На полу есть. А посмотри, кстати, мне такой минималистичный стиль больше нравится, но он как бы более такой современный. Ты имеешь в виду, что наверху нету плинтусов? Это, что он, смотри, гладенький, да. Да, да, да. Так, здесь... Наши любимые, посмотри. Да, да, да. Здесь простые полочки. Мы все с Юлей ждем, когда же мы найдем и встретим дом, где будут другие вот эти полки, не дешевые металлические. Ага, а между прочим, мы нашли, и это видео будет на канале у Миши, смотрите. Да, кстати, обрати внимание, здесь, значит, двойные стеклопакеты. Да, это приятно. Кстати, да, про двойные стеклопакеты. Хочу сказать, что это очень здорово, что в новых домах сейчас именно двойные устанавливают, что они помогают сохранить прохладу в доме. Да. И когда холодно, в доме они сохраняют тепло, что помогает кондиционеру меньше работать, соответственно, меньше употребляется электричество, и вы тратитесь. Конечно. Смотри, здесь у них сделаны вот такие... Ставни. Ставни, да. Интересно. Ну, они вроде как для красоты и от сильного солнца. Уютненько, да, так? Да, да, да. Такой стиль пляжный, как будто бы. Ну, хорошо. Но скромненько здесь. Скромненько, да. Скромненько, да. Так, а здесь... На свою цену, в принципе. Цены-то сейчас большие везде. Ну, кстати, да. Да, в общем, здесь у нас душевая, гостевая, вообще просто, да, как бы она относится вот к этой комнате. Да, кстати, здесь это винил. Ага. Это винил. Винил, он, соответственно, такой самый дешевый. Самый недорогой. Вы знаете, что мне не нравится? Вот, посмотри сейчас блик, видишь, у него стыки видны. Ага, вот эти переходы. Вот это минус, да? Скажи, полочки простые, вот мы видим здесь. Здесь для домашней любимой стопы. Ага. Слушай, высокий потолок. Да. Ты знаешь, так как здесь он, этот дом, светлый, и здесь нет наверху, на потолке плинтусов, он не кажется незаконченным. Здесь это как-то в стиле подходит. Все это, я считаю, да. Это вот один отдельный туалет. А, вот он, это вообще просто гостевой. Вот если гости к вам приходят... Да, их можно сюда завести. Так, вот их можно сюда завести. Красивая, кстати. Тоже тренд, да, заметили? А, это плитка, я подумала, что это обои. Нет, я потрогаю. Прикольно. Красиво сделано. Что-то необычное, да? Да, да. Приятно. О. Здесь, соответственно, Левенково. Да. Здесь же риэлтор, который продает этот дом. Да-да-да. Не обращайте внимания. Посмотрим кухню. Так, это обеденная зона. Обеденная зона. Пойдем посмотрим на вид. Ну, вид, к сожалению, не сильно балует нас видом. Да. Дом без бассейна. Красотой. Да, этот дом без бассейна. Поэтому цена, в принципе, небольшая для новостройки. Пойдем кухню посмотрим. Ничего. Как всегда, начинаем проверять, тестить ящики. Есть ли доводчики или нет. Есть. Ура. Да. Классно. Ну, в предыдущих, по-моему, были где-то, где дома стоили по 800 тысяч, мы говорили. Вот там даже не было доводчиков. Интересный момент. Так, а смотри, какая здесь вытяжка. Кстати, да. Да. Такая массивная. А плита электрическая. Владимирчик большой. Ага. Пантри комната. Складывать всякую муку до крупы. Смотри, какой тень. Ох ты ж. Я просто знаю, что они есть. Два раза ударяешь, по-моему, лжи. Два раза стучишь, и там появляется внутренность. То есть ты можешь увидеть, что находится внутри. Да-да-да. Здесь вот какая-то другая стена. Здесь музыку можно поставить. Здесь рисовать можно. Смотри. Офигеть. Стикеры прикреплять и фото вставлять. Обалдеть. Вот видишь, действительно. Только нет. Вот такой прям хорошенький. Смотри, и внизу тоже, да, можно менять на морозилку, а можно на холодильник. Прикольно. Красиво. Смотри, интересно сделано. Совсем стандартно. То есть тут плитуса специально сделаны. В основном мы видим такие. Да. Так, я предлагаю пойти в хозяйскую спальню. Правильно, да. Да, пойдем. Островок тоже хороший, да? Покрашен в другой цвет. Да. Ой, а здесь что-то не подключено. Интересно, что. Вот посудомойка. Вот, я вижу. Может быть, кстати, в ящик. Да, какой-то ящик не хватило в ящику. Ладненько, пройдемте в номера. Вот хозяйская спальня. Вот, кстати, хорошего размера. Ну, скромненько, скромненько. Скромненько, но со вкусом называется. Ну, слушай, после миллионного дома, как бы, понятно, что поскромнее все будет. Но неплохо. О, вот это да. Смотри, какое окно. Вау. Еще было бы оно на какой-нибудь шикарный вид, а то получается немножко на соседей. Но окно здоровое, да? Его если занавесить, красиво. Тут будет шикарный вид на вас. Да. Для любителей, кто любит, да. Чтобы на него смотрели. Сажиматься. Красиво. Так, это? Акрил? Да, акрил, да. Ну, здесь стандартно, как для него, для нее. На двоих, пожалуйста, две раковины. О, доводчики тоже. Доводчики есть, это радует. Так, такая вот душевая большая, объемная. Можно запросто даже не двоим, даже больше всей семьей вымыться. Ну, да. И, кстати, заметьте опять, то, что не жалеют материал, плитку не везде, одну и ту же выкладывают. Вот где ты стоишь, одна плитка, здесь вторая, на стене. Третья. Здесь даже на этом, где сидят четвертая, да. То есть стараются. Ну, да, все-таки я тоже считаю, что... Здесь отдельный туалет. Что-то должно цеплять глаз, иначе... Ходишь по старым домам, все очень стандартно, согласись. Но хоть какие-то фишечки добавляют. Да. Так, это хорошая гардеробная, большая, смотрите, какая. С этими. Ну, да. Но это... Ой. Это на самом деле, это можно поменять по желанию, да? Да, да, да. Вы можете их заменить. То есть билдер... И мы с Юлей уже заметили, что вот в новых домах интересная и правильная функциональная планировка. Она связана с тем, что, например, находится спальная хозяйская, дальше идет ванная хозяйская, дальше идет гардеробная. И через это все вы выходите в постирочную, в прачечную. То есть в других домах мы... Ну, я вот не помню даже на твоих видео, часто ты встречаешь такое? Вот сейчас уже это по счету, по-моему, третий или четвертый дом, который мы смотрим, где именно вот такая планировка. Ну, а знаете, она удобная. Да. Я понимаю, что это очень удобно. Что все находится... Знаешь, они как бывают дома, где, например, прачечная вообще на втором этаже может находиться, а у тебя гардеробная на первом. А здесь по функционалу прямо молодцы, грамотно все делают. Я тоже так считаю. Плиточка тоже интересная, скажи. Да, красиво. Так, давай посчитаем, сколько мы уже спали, мы видели две. Да, две. Еще нам надо найти две. Так, а что это у нас? Я думаю, в кондиционер. Кондиционер? Точно. Да, центральное кондиционирование. Вот таким вот образом. Так, а здесь гараж должен быть по логике? Так, гараж. Вот он, смотрите, какой большой. На три машины. А там водонагреватель. Вот это, наверное, не будет входить в стоимость, я не думаю. Так, идемте дальше. Здесь мы попадаем в два. Living Room. Ага. Так, нам надо еще найти две спальни. Так, вот что я вижу. Детская. Ух ты, посмотри, какая кровать. Ага. К сожалению, она не останется, потому что это стоит джинговая мебель. Но все равно прикольно. Спать на корабле. Здесь гардеробная. Кстати, вместительные очень, посмотри. Да. Спрятаться можно, чуланчик хороший. Сами комнатки, конечно, небольшие. Скажи, вот это вот прямо такая небольшая. Чисто поспать, и все. Ну да. Но они, как правило, детские, гостевые и так далее. Самые, конечно, маленькие. Самые лучшие комнаты – это хозяйство. Так, это у нас туалет и ванная, которая делится с одной спальней. Ну вот, та была третья, это четвертая. Все, мы все спальни нашли. Все, это еще одна детская. Да, и, кстати, какая-то моя любимая тема – занавесок и даже жалюзи что-то не повесили. Ну, мне кажется, окошко маленькое. Скажи, ну, с другой стороны, здесь большое смысла нет ставить, тут на забор выходит. Ну да, да. Да, вот это минус, эти заборы рядышком. Так, это гардеробная. Да, это уже поменьше немножко. Ну, для мальчика типа. Хотим, не знаю. Да, посмотрим здесь. Так, что здесь, что здесь? Я думаю, здесь. Ага, кодочка. А, можно еще гардеробные дополнительные сделать, да? Да, здесь полочки, можно там полотенце всякое. Вообще, что сам придумай, что и будет. Ага. Так, что здесь нет второго этажа, да? Второго нет этажа, да, здесь один. Я думаю, можем пройти. Да, выходим на балкон. Да. Так, сейчас. Вечная проблема открыть. Здесь просто надо приноровиться и привыкнуть. Ага, значит, что нам нравится? Летняя кухня красивая, смотри, какая, да? Мне плитка нравится. Ну, вот все сочетание, да, так очень классненько. Необычно. Более по-европейскому, я бы сказала, да? Как ты говоришь, среднеземноморский стиль. Нет, не знаешь, нет, это другой. Мне кажется, европейский такой стиль. Я думаю, нас, если что, поотправят, напишут. Да, 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 да. Напишут. В общем, здесь место такое посидеть. Пусть оно небольшое, на небольшую компанию, но хозяевам точно хватит. Видите, лот вообще небольшой, да? Да, да, да. Вот уже, в принципе, забор. Здесь можно сделать по желанию бассейн. Бассейн. Да. Ну, и у вас тогда просто не останется травы. И, кстати, здесь в описании дома написано, что должна быть зум-комната. Ага. Я так и не понял, что это за комната, и где она находится. Может, кто не знает, что за зум-комната, напишите нам. Зум. Да. Зум-по знаю, зум-не знаю. Да, есть зум-комната написано. Вот он, смотрите, с этой стороны выглядит очень лаконично, скажем так. Да, да, да. Потолки здесь, конечно, невысокие, но не давят, да? Да. Так как дом светленький. Ну и что ты скажешь? Что мы можем сказать об этом доме? Слушай, стоит он 620 тысяч, повторюсь, 4 спальни, 3 ванных, 3 гараж на 3 машины. Здесь система «Умный дом». Опять же, вы можете там открывать автоматически с телефона дверь, если у вас друзья раньше пришли, чем вы, или если вы едете с работы и видите, что у вас в доме очень жарко, то вы можете убавить на телефоне температуру, кондиционеры приедете, и у вас уже будет прохладно. Ой, ну я не знаю, что даже сказать. Условия, ну да, в нынешних условиях, что цены очень сильно растут, наверное, этот дом стоит того, да? Вообще-то район Лейк-Нона, это хороший район с хорошими школами, в принципе, недалеко от Орландо, ну где-то полчаса езды, от центра я имею в виду, а так-то это в принципе считается Орландо, окрестности Орландо. Так что все, мы поехали тогда на следующий объект. Да, и еще мы забываем говорить иногда, но Юля в каждом доме будет выкладывать план, чтобы вы могли изучить, посмотреть, как здесь комнаты расположены и так далее. Да, мы когда можем это делать, мы обязательно делаем, так как это новостройки, это парад домов, то у нас есть такая возможность запросить план, и мы с удовольствием его вам выложим. Может быть, построите в своей стране такой же дом, например, почему бы нет? Ну да, может кого-то вдохновит. Да, ну все, давайте. До встречи в новом доме. Ага, пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пойдем посмотрим, что же здесь у нас Субтитры сделал DimaTorzok 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 как вы видели в прошлом видео, хотя вот это новый, но здесь от комьюнити будет еще свой забор, 100%, да, ну здесь все еще в работе, так что, нет, мне не нравится, не нравится, да, не, ну извини, он в работе, скажи, ну да, цвет серый, сейчас тоже модный, это спальня, видимо, в детстве, по размеру сейчас, скажи, модная, это если будет здесь бассейн, вот здесь будет ванная, удобно сполоснуться, слушай, неужели это не может быть хозяйская спальня, она очень маленькая, да? это не хозяйская, там хозяйская, мы не пошли, а, мы не пошли, там человек работал, точно. О, постирочная? Похоже. Да, какая еще мини-кухня вообще, да? Да, тут вообще большая. Ну, большая. Гараж? Комната. А это вообще можно сдавать как отдельное помещение, то есть смотри, здесь и ванная, и гардеробная, и спальня. Я вообще уже заблудилась, да, слушай, это, например, или сдавать, или, например, родители, дети, дети. Например, кухня, может быть, отдельная. Взрослый. И здесь свой вход-выход. Да, точно, посмотри, это так и придумано сдавать, вот, сбоку. Да, да. Выход. Понятно. А ну-ка, что здесь? А здесь гараж. Гараж. Ага. Тоже, вот, человек может войти здесь в гараж. И тоже на три машины. Ну, в общем-то, все, да. Посмотрели этот дом. Вот так вытачивают гранитную или мраморную, но это мрамор, похоже, плиту. Ну, такой вот домик. На этом объекте все, друзья. Едем к следующему. Всем пока.